Энергичная улыбка, глаза с огоньком и не поверишь, что эта женщина за рулем скутера разменяла седьмой десяток. В жару, в стужу, днем и ночью сельский фельдшер Галина Ляшок спешит к пациентам. И вот так уже почти полвека. Дыхай, Сашаня, дыхай, дыхай. Вот так. Это мужик, бать. Мы только просим Бога, чтобы ей Бог помог, чтобы она нас спасает. В 90-х при ликвидации местного колхоза фельдшерский пункт на краю села мог просто исчезнуть. Но Галина Ляшок этого не допустила. За свои деньги она выкупила здание. Теперь тут и сад, и огород, и дом, и приемный кабинет, куда постоянно идут люди. Добрый день. На что жалуетесь? Сердечко трошки начи полить. Стол, кушетка, тумбочка, неработающий холодильник. Медицинский инвентарь и инструменты еще со времен Союза. Удивительно, но лекарства первой необходимости женщина покупает за свои деньги. Чтобы не было мороки с отчетностью в районной больнице. В больнице можно брать медикаменты, но потом их надо списывать и все. Вот так я получаю пенсию, взяла там на 200 гривен, на первую помощь, чтобы я могла. Да, ничего. Да, зато я ничего не пишу и никому ничего не должна. Вот и получается, что пока здоровье местного населения держится на плечах этой хрупкой женщины. Летом к пациентам она ездит на стареньком мотоцикле. Осенью, когда размокают дороги на велосипеде или мопеде. Зимой, когда все заносит снегом, ходит пешком по 30 километров за день. Секрет о своей бодрости и молодости не знает. Говорит, возможно, просто оптимизм вкупе с искренним желанием помочь другому. Понимаете, гроши – это же не главное, наверное, в жизни. Хоть трех и главное. Как же можно так все перевезти в гроши? Я не понимаю. Я не знаю цены, может быть, грошам. Единственное, о чем мечтает женщина – это всегда быть в нужное время в нужном месте, чтобы не проглядеть очередного пациента и оказать ему помощь. Есть только миг между прошлым и будущим, и этот миг называется жизнь. Руслан Смещук, Андрей Керченский, телекомпания АТВ.